ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы играем в финал Кубка английской лиги, если я не ошибаюсь. Арсенал против Манчестер-Сити, и мы не знаем, кто за кого будет играть, потому что команды равны составу. Прежде чем мы определимся с этим, ну, ладно, защиту Арсенала мы не берем в расчет. Прежде чем мы займемся самой игрой, давай по ставкам, как обычно. Давай, как всегда, действительно, но тут у нас все не как всегда. Очень неоднородно. Букмекеры считают Манчестер-Сити абсолютным фаворитом в этом матче, и свидетельствуют это коэффициенты на Арсенал. 1хбет дает на победу Арсенала 5.35. Это очень много, но я понимаю, что 1.61 на Манчестер-Сити это также много, потому что для меня Манчестер все-таки в этом матче явный, абсолютный и безоговорочный фаворит. Да, смотря на игру Манчестер-Сити вообще в этом сезоне, будет очень хорошо, если они, кстати, в Лиге Чемпионов высоко поднимутся. Будет интересно посмотреть на самом деле. Почему бы и нет? Соперник только. Так вот, винлайн 4.82 на Арсенал, 1.57 на Ман-Сити, также на ничью 4.26. Достаточно высокий коэффициент на ничью, но вы понимаете, что этот исход, если и состоится, то это имеется в виду окончание основного времени. Естественно, в матче в любом случае определится победитель, ну а в основное время букмекеры считают, что у Арсенала шансов практически нет. Допустим, Бэт-Сити считает, что Арсеналу достаточно коэффициента 4.90. А это тоже, как по мне, достаточно сочно. Бэт-Сити вообще дает, на самом деле, по Арсеналу самую маленькую ставку. Да. Вру, не самую маленькую, самую маленькую дает винлайн. 4.82, 4.26 на ничью и 1.57 на победу Манчестер-Сити. Ну, посмотрим, как это будет. Интересно будет грянуть. И мне очень интересно, когда же наши прогнозы сбудутся. Прогноз Севиля, Манчестер-Юнета 3.1 не сбылся. Они сыграли 0-0. Но посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Итак, друзья, играем сейчас. Арсенал Манчестер-Сити, финал Кубка английской лиги. Так, точно. Давай выберем, кто за кого. А, да. Сначала выбираем, кто за кого играет. Ну, а теперь надо раскинуться на суэфа. Давай тот, кто выигрывает до одного, тот играет за Ман-Сити. Давай. Давай. Раз, два, три. Ладно, мне достается Арсенал. А так, Арсенал Манчестер-Сити. Погнали. Все, поехали. Кубок английской лиги. Вау. Сразу, а? Сразу в отбор включился. Что делает этот английский паренек? Ну, ты ж ты не знаешь. Ничего он не делает, ничего. Опа, опа, опа. Вот это интересно сейчас. Вот это интересно. Это должно быть интересно. Ну, 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 и гол! Это было интересно. Да, это было увлекательней. Да. Границ Жака. Вот как это делает Пеп Гвардиола? Почему парень в Уфе играл центрального атакующего полузащитника в перемешку с, вау, с левым форвардом, а теперь играет левого защитника? Не знаю. Ну, ой-ой-ой. А вот сейчас неждан, нежданный. Да. Я даже отсюда слышу, как наш режиссер сегодняшний вдолбится в окно, чтобы тебя поздравить. В окно, ключевое. В окно, пожалуйста. Чтобы тебя поздравить. Лучше в окно. Сашка, голос забил. Молодец. Молодец. Да, согласись. Пусть лучше он будет в окно долбиться. Почему они пробегают мимо? А ты пробиваешь мимо. Почему он пробивает мимо? тормозил там вася да и потому что зинченко у тебя мяч принял ты за речью каком как он вот так вот западал а нормально было как зинченко подал это первая голевая передача у парня замансить срочно срочно надо его русифицировать кого венченко он уже играл за сбору сейчас очень грустно стало что происходило сейчас моей штрафной просто уму непостижимая арсенал там тусовался нормально все почему у меня последний защитник зинченко и отнимают ну да 21 нормальным и твои пацаны что-то задумали все такие загрустили почему там был варди кстати почему варди болеет за мансити воу-воу-воу-воу-воу парни парни собрались собрались не давай бить да 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 ты видел как от штанги на 5 хорошо 2-2 продолжаем играть самое главное ром я тебе говорят сделать непринужденный лицать а я так хотел пропустить я интриги хотел матч просто и не и и и эдерсон хорош хорош сейчас что-то вот похожее на него есть куда просто 2 продали ume со своими давай 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 ратой давай догоняй мяч и бит и поворотом забивать Ну, так было задумано. Да, конечно. Да. Да? Нет. Ой-ой-ой! Не, ну за это можно поаплодировать. Не брей же здесь. Да, да, да. Да, 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 да. Было бы, там, допустим, кто-то решал, как должен пройти матч, а все знают прекрасно систему eSports. Воча сумму, молодец. Ну, тут все было задумано. Да, знаешь, мы сейчас комментаторов отключили, но я в курсе, что там где-то Генич с чердаком орут. Не забиваешь ты, забиваю тебя. Ну, возможно, почему бы и нет. По-моему, не между нас. Нет, нет. Это он. Как вот, например, моя атака сейчас своим воротом удары и 4-4. Это мощно. Знаешь, напоминает сейчас, прямо сейчас, матч Арсенал не верит. Да, но только здесь. 4-4. По-классическому джим-джим. Это было очень сочно. Мы продолжаем. У тебя тоже спотели ладошки. Мы продолжаем, друзья. У нас дополнительное время сейчас. Я надеюсь, что в воскресенье мы реально увидим такой финал. По ударам Стор 8-11, по ударам просто 19-19. Ты поднял статистику точности ударов почти в два раза, а я опустил. Примерно настолько же, насколько ты поднял. Ну, я не знаю, насколько это отражает действительность, но у меня владение 54. Мне по игре так абсолютно не казалось. Да, но сейчас у нас получается то, что заходит ставка больше на ничью в основное время, где коэффициент 4+. Но сейчас, друзья, нам все-таки интересно, специально для вас, кто же все-таки станет победителем в этом матче. Поэтому мы продолжаем так дополнительное время у нас, да? Да, поехали. Поехали. Классика. Незолотой мяч. Терпеть не могу это. Знаешь, вот... Золотой мяч на самом деле такой, ну, тупенькое правило на самом деле. И желтая карточка. У него желтая и травма, да. И травма. Он намекает просто тебя всеми фибрами своей души. Сейчас будет очень прикольно, если он возьмет одну руку в другую и помашет мне тикботом. Меняй меня. 4-4. Ага. Ладно бы нули, да, как нули? Да. Ну! 4-4 и 5, а на месте. Петр Иванович. Ну, все здесь. Уберспортсмен. На прогибом! Прям это камопуллер. ТАААА! Это было гораздо острее, чем мой удар со штрафного. Хотя я в створ попал, а ты нет. Ну и одного ударчика ездили. Пропускать-то не хочется. Хоть и в меньшинстве, хоть и без одного цзшника. Ох-ох-ох, нормально так было. Ну, сразу было видно, то есть удар слабый. Ну, знаешь, если я проиграю, я скажу, вообще-то, а я извиняюсь... О-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стартовый состав. Ну, это было, ну, так... Ну, знаешь, что много страшновато было на самом деле. С учетом, что это уже второй экстра-тайм, то каждый момент у ворот уже выглядит очень нежелательно. Да, не знаю. Например, вот это вот. В исполнении Иль Нини, о котором я, кстати, говорил. А вот и встретились двое этих парней. И Зинченко делает то, что я от него ждал. Я знал просто, что так будет. Я просто попробую. Это чисто? Это чисто. Это чисто. Это чисто. Хорошо. Да! Да-да-да-да-да! А-а-а-а, ну не сейчас, ну не сейчас, ну не сейчас. 5-4 за 4 минуты до конца. Ну, плюс добавлено еще. Кто забил? Иль Нини, да? Отлично! Отлично, Энаки! Ты, блин, Гюндаган, это такое себе удовольствие наблюдать. Все. 5-4 в добавленное время. И Арсенал становится обладателем Кубка Английской Лиги. Е! Замечательно! Это был очень потный матч. Согласен. Я весь взмок от того, какое количество моментов было у моих ворот. И я пропустил в итоге 5. Но вместе с тем забил 4. Это было действительно круто. Твои голы не помещаются на одну плашку. Приделай там на монтаже еще внизу одну, чтобы Иль Нини внести. Но это было на самом деле очень сочно. Защита сегодня исполняла что-то невообразимое абсолютно. Ну а атака делала то, чего от нее ждут. Практически в каждой острой ситуации они забивали вот такие вот вещи. Удивил сегодня Абамьян очень положительный. Я знаешь что? Я вот посмотрел сейчас на игру такого Арсенала. И я думаю, что ставки все-таки заучили на Арсенал. Потому что состав они обновили. А Арсенал будет всеми силами пытаться взять именно этот трофей. Потому что... Это не единственный трофей, за который они могут реально бороться. Да, и просто тогда реально надпись «Венгер Аут» она станет реальной. И увидим в скором времени нового тренера. Я не думаю, что поражение в Кубке английской лиги станет предвестником увольнения Арсена Венгера. Потому что для меня до сих пор остается очевидным, что Ман Сити в этом матче победит. Я продолжаю настаивать именно на этом. Несмотря на этот исход, я надеюсь, что в этом матче мы также увидим достаточно большое количество голов. Поэтому я бы даже еще добавил от себя ставочку на тотал 2,5 больше. Мастхев зайдет вот прям даже сам по ставке. Хорошо. Все это будем проверять в воскресенье, друзья, 25 февраля. У нас с вами были Роман Полинсков и Александр Дегтярев. Спасибо за хороший матч, Сали. На следующей неделе увидимся, друзья. Всем пока.